И снова здравствуйте! Здравствуйте, мои удивительные, невероятные, светлые души! Я рада приветствовать каждого, кто зашёл на мой канал, кто смотрит данный эфир. А с вами снова я, мистик, философ, поэт Татьяна Синдеева-Бурова. Здравствуйте, мои удивительные, здравствуйте, мои невероятные, здравствуйте, самые лучшие, светлые души! Я, как вы, кто следит за нашими всеми путешествиями, непутешествиями и прочим. Для тех людей, кто следил за нашей поездкой в Сан-Франциско, я в предыдущем видео уже попрощалась с вами и сказала, что всё, мы ничего снимать не будем в Сан-Франциско, мы уезжаем и встретимся с вами в другом месте. Да не тут-то было! Дело в том, что когда мы выехали с супругом, мы решили с ним заехать на заправку, потому что путь далёкий, 640 километров до нашего дома, это очень далеко, там мы ещё запланировали сделать несколько остановок разных, в разных городках, местах. Вот, и это 640 без остановок. Вот представьте, ещё есть и заезжать в разные городки. Так что, ну, дело в том, что когда мы поехали на заправку, мы случайным, не случайным образом, я так понимаю, что это хранители души, ангелы-хранители нас сюда направили. Мы попали в один из самых замечательных, самых каких-то живописных мест города Сан-Франциско. Дело в том, что мы попали в какой-то район старых, невероятных, красивых домов, которыми вот я сейчас видео с вами поделюсь. Вы посмотрите, какие подъезды, подходы к домам, эти лестницы. Я говорила вам в одном из предыдущих видео о том, что Сан-Франциско здесь знаменитые дома вот такими вот подходами, подъездами, входами в дом, вот лестницами, прям на тротуар. В Лос-Анджелесе таких домов нет, у нас как-то всё там, ну, совсем по-другому построено. А здесь вот он очень похожий, этот такой же тип строения, как в Бруклине, в Нью-Йорке такое вот есть. Но дело в том, что здесь вот эти дома, они и этим домам больше ста лет. Я вам ещё говорила, что здесь дома, они такие симпатичные, яркие, красочные, вот такого весёлого цвета все покрашены. И вот видите, эта традиция, оказывается, идёт с давних времён. Все вот эти дома, которым больше ста лет, они вот все вот такие вот невероятные. Вот розовые, зелёненькие, голубенькие, а там фиолетовые, ну, это просто-просто. Ещё нам очень-очень повезло, не сказано, мы счастливы, что в эти дни солнечная погода, потому что в солнечную погоду здесь снимать, ну, намного интереснее, приятнее. И вот, ну, качество видео, конечно, вы сможете, оно может передать вам в солнечную погоду вот эти вот краски. Вот, посмотрите, посмотрите, это фиолетовый цвет. Мне кажется, даже вот камера, она не передаёт вот эти вот цвета. Вот это один из этих домиков. Я после этого выставлю всё, что мы снимали с автомобиля, когда мы ехали, потому что это невозможно каждому домику подойти и что-то вот это вот всё рассказывать и показывать. Но хочется снять. Это первое, что хочется снять. Почему? Потому что даже на память мне о том, что где мы побывали и что увидели. Потому что раньше я очень много путешествовала с супругом. Лет 10 назад у нас была такая активная жизнь. Ба, знаковый, Солюбий! Здравствуйте, я мистик-философ Татьяна Семьева-Бурова. Всем привет, привет. Кто меня не знает, заходите на мой канал YouTube и смотрите вот такие вот... Это я своему супругу говорю, видите? А мы тут плюшками. Вынурнул так из машины резко, пока я... А он из-за вышел и сел и зашёл. Какой молодец. А на той стороне, Артур, смотри, какие удивительные и красивые дома. Сейчас туда тоже пройдём. Вот видите, как негаданно, нежданно у нас вдруг получился ещё один эфир из города Сан-Франциско. Вот с такими прекрасными, красивыми домами. Сейчас перейду на эту сторону и покажу тоже здесь. Но это правда очень красиво. Потому что вот мне, например, в Лос-Анджелесе не хватает вот таких вот ярких моментов. Потому что у нас есть много чего хорошего, я уже говорила. Но вот таких вот домиков мы только ходим в музеи, смотрим на них. Она сохраняется, в музее ставится. А здесь люди в них живут. И это не музейная реликвия, это жилые остались дома. Смотрите, какие они красочные. Красивые, весёленькие, хорошенькие. Очень-очень красивые. Мне нравится. Нравится вот такой тип строения. Нравится вот такая вот весёлость. Нравится вот такое вот цветовое оформление, конечно. А вот ещё один очень старый дом. Вот сейчас покажу ещё один дом. Очень-очень, видимо, старый. Сейчас, 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 сейчас. Подходим, подходим, подходим. Вот он. Я не знаю, для глаза это вообще смотрится. Я не знаю, как это будет в кадре. Но для глаза это когда вот ты смотришь на эти домики. Но они такие какие-то кукольные, игрушечные. Такие вот яркие. Ну невероятно, невероятно красивые. Сейчас перевесу камеру, переверну и покажу. Посмотрите. Что это? Понятное дело, что они старые. И в них уже наверняка не очень как-то комфортно жить. Потому что они, ну, там, и запах, наверное, старости. Вот который не ремонтируется. Вот этот вот старый дом. Здесь уже, наверное, ремонтов-то. Ну, в общем, если идти, то они вот всё время идёшь, 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 едешь, едешь. И вокруг эти дома старые, вокруг эти дома. Вот это вот какой-то район надо будет потом поискать, посмотреть в интернете. Вот здесь дурманчик опять. В интернете надо посмотреть об этом районе. Возможно, что-то должно быть. Какая-то информация вообще об этих домах. Дома старые. Им больше 100 лет. Я не знаю, 150, наверное, лет. Каким-то больше, каким-то меньше. Но они какие-то интересные такие. Вот посмотрите, ну что это. Какие замечательные. Да. Я бы с удовольствием попросилась кому-нибудь внутрь посмотреть вот на этот дом. Вообще, что там у него. Такая любопытная. Смотрите, какой старый дом. Мы нашли этот дом. И там ещё рядышком. Вот такие лесенки. Такие в Бруклине тоже. В Нью-Йорке есть знаменитые такие подходы к квартирам. Прямо вот с улицы раз. Сразу же и квартирка. Какой старый-старый дом. И рядом с ним ещё один. Старый дом. Очень интересный. Посмотрите, насколько старый. И насколько интересный. Ой, какой красивый. Как бы так пройти, чтобы его увидеть. Такие окна. Это улица Скотт. 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 На, Фултон. Это улица Фултон. И на ней такие вот интересные домики. Такой симпатичный домик. Видимо, совсем-совсем старый. Надо потом посмотреть на интернете. Может быть, я что-то найду. Какую-то информацию об этом доме. Вот здесь уже поставили ворота. Видите? А раньше ворота никогда не ставили. Всегда были так вот ступенечки и подход к квартирам. Спокойные, хорошие, добрые времена. Так люди жили. Сейчас уже стали ворота ставить. Видите? Ну, какой интересный дом, да? Очень. Деревянный. Деревянный, да. Ну, старинный, старинный. Смотри, какие окна высокие. И видно, что вот эти портьеры, всё это старое, там вот выгоревшие портьеры. Видимо, люди давно уже живут здесь. Очень-очень интересные. Ты мне... Посмотри, он ещё отсюда выходит. Здесь какие-то комнатёнки там. И здесь вот. И видите, как я рассказывала, что дом к дому приклеен, прилепленный. Здесь вот тоже рядом дом старый. И этот тоже дом старый. Ой, какая улица с домами с такими старыми. Артур, Артур, ты где? Ты снимешь меня на фоне этого дома? Я потом попробую поищу его на интернете. Может, у тебя там что-то есть? Там кто-то что-то пиляет, пиляет, а не пиляют. Ну что, вот мы и посмотрели, да? Какой хороший домик. Построен в 1890 году каком-то. Больше ста лет ему. Ой, калибри, калибри, калибри. Калибри, 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 калибри. Мои хорошие, хорошие, хорошие. Давай, спускайся, спускайся. Спускайся, я тебя снимаю. Птичка. Вот и знаки ангелов. Калибри. Вот здесь тоже какой-то старинный дом. Здесь, видимо, весь район такой вот в старых домах. Их сохранили, да. Смотри. Какой интересный, да? Красивый. Ой, да. Какие симпатичные домики. Хорошо, что мы с тобой приехали. Очень. Симпатичные. Тут тоже. Ага. Красивые, все разные, все такие красивые, интересные. Красивые, но какого-то одного стиля, да? Ага, ага, да. Одного типа. Там, видимо, тоже старые. Угу. Это вообще старый. Такой подъезд. Ага. И тут вообще тоже старый дом. Я думала, что мы только в Кармелии будем, но мы теперь уже еще один фип взяли. Угу. С домами. Слишком шикарно. Вот. Мы даже не ожидали, что сможем попасть в такой район Симпатичный. Поехали на заправку, и вот мимо таких домов получилось красиво. Специально все сиди, я ставлю на память. Ой, здесь это странно кричит. Ну-ка, поезжай, пустят. Здесь зелень пожарный, деревья такие красные. Свежие деревья, не высохшие. Здесь климат важнее. Вот еще какой старый дом, смотри. Ну да. Даже еще мозаичные окно. Вот тоже какие интересные домики. Какие интересные домики. Они все разные, но они все какой-то одной схемы. Как гарнитур, да? Или как сервиз. Как сервиз какой-нибудь. Да, очень интересные. Столбы мешают. Столбы и провода мешают. Столбы и провода мешают. Провода мешают. Посмотри. Круче капуста. Сейчас я туда поеду, смотри. Ой, давай, там тоже красиво. Ну вот, просто. Там нельзя. Там, смотри. Туда? Да, туда, на садик. Тоже старый. И вот дом за домом, дом за домом. К дому приклеены. Да, плечом к плечу. Да, нет никаких проходов между домами. Никаких огородиков, садиков. Вот все дом к дому приклеен. У нас как-то это... Какие-то лужайки есть. Здесь все это приклеено друг к другу. Да, у нас участки есть, проходы. Вот еще один старый должен приклеен. Да. Старый. Какой балкончик этот, смотри. Ага, ага. У голубого дома. Да. Балкончик. Ой, а там такие... Финтиклюшки всякие. Резные. И здесь. Ставинки резные, окна расписные. И здесь какой смотри. Ставинки резные, окна расписные. Вот смотри, смотри, какие подходы в подъезде. А там золотишко, смотри. Золотишко. Это золоченый домик. Интересно. Вообще. А эти же камни. Более современные, да? Более современные. Под них, под стиль. Да. А может, тоже старые, допустим. Все. Все, милые. И снова привет. И снова здравствуйте. Ну что же, милые наши, удивительные, невероятные, светлые. Вот смотрите, как у нас все благостно получилось. Выехали с дома. Поехали на заправочку. Встретили целое городище этих домов. Целое городище. Не оторваться. Вот сейчас все едем, едем. Они продолжаются. Они все продолжаются и продолжаются. Вот эти вот старые, такие невероятные, какие-то красочные, разноцветные. Ну просто невозможно все это снять. И все это, ну, я не знаю, это надо целый день здесь ездить и каждый дом разглядывать. По мне так это так. Ну вот сколько смогли, столько записали. И счастлива, что мы можем поделиться с вами. И вы вот с вами как бы попутешествовали и познали этот вот город веселенький с такими замечательными домами. Вот они бесконечно. Вот голова кружится. Прям вот смотришь, смотришь, смотришь. Но смотреться невозможно. Вот. Ну что же, встретимся тогда. Мы будем прощаться, потому что я не буду, ну, все это смотри, какие там арты. Там львы, смотришь. Там львы везде. А на этой стороне так красиво. Ой, ну это нужно все смотреть. Это невозможно все записать. Потому что мы счастливы были поделиться всем тем, что, частичкой того, что мы увидели. Вот. Ну и встретимся с вами в городе Кармел. Туда мы сейчас направляемся. Там тоже очень много. Там невероятной красоты пляж. А сейчас смотри, еще посмотри. Мы еще не прощаемся. Ой, ой, ой. Не прощаемся. Дай мне эту камеру. Я на ту буду, наверное, снимать. А то у меня в телефоне нету уже места, наверное.